Добрый день! В эфире программа «Мысли вслух» и я, Сергей Пономарев. Управляющие компании – это словосочетание многих из нас заставляет нервно морщиться, а кого-то и вовсе пугает. Впрочем, нелюбовь у жильцов и их персональных коммунальщиков, судя по тому, как часто возникают между ними конфликты, в ходе которых трудно найти виновных и потерпевших взаимно. Давайте попробуем понять, почему так происходит. Разберемся не на картошке, как Чапаев, а, пардон, на сетях водопровода. Ситуация проста и до боли знакома многим. В подвале течет вода. Происходит это потому, что подтекают водопроводные трубы. Управляющая компания время от времени ставит хомутики, заплатки, но это помогает не сильно. Чистая вода утекает в никуда. Вся водопроводная система, да и канализационные системы в подвале нуждаются в замене или капитальном ремонте. А на него у коммунальщиков нет денег. Почему? Опять ответ на поверхности – плохо платят жильцы. А почему не платят жильцы? Потому что в подвале льется вода и канализация. Раз никто ничего не делает, то и платить за такую работу нет смысла, считают люди. Замкнутый круг? К сожалению. Но вечно так продолжаться не может. По одной простой причине – мы должны нести ответственность за то, что нам принадлежит, и то, чем мы пользуемся. И да, теперь эта ответственность измеряется в рублях. Таковы реальности, в которых мы живем. Впрочем, осознать это должны не только мы, обычные жители, но и руководители и сотрудники управляющей компанией. Ведь они тоже берут на себя ответственность перед нами, обязанность качественно и в срок выполнять те работы, которые мы им поручили, проголосовав на общем собрании собственников жилья. Не нравится качество работы УК? Опять есть выход. Создание товарищества собственников жилья. В нашем городе уже немало домов пошли по этому пути, и результат, как говорится, налицо. А все потому, что, создав ТСЖ, жильцы домов быстрее начинают сознавать, что именно они отвечают за свое имущество. А значит, именно им и решать, каким будет их подъезд, дом и двор. Вот только обязанность оплачивать работы по текущему ремонту и коммунальным услугам с них никто не снимает. Да, для кого-то из них своевременная оплата коммунальных услуг – ноша вполне посильная. Для кого-то существенный удар по семейному бюджету. Но, тем не менее, это не повод отрицать необходимость платить. Делать это нужно хотя бы по чуть-чуть. Пусть не удается избежать долгов, но вы будете честны по отношению к себе и соседям. Вы же платите по мере возможности. Кстати, сегодня существует целый комплекс мер государственной поддержки малообеспеченных семей. В него входят и субсидии на оплату услуг ЖКХ, и им тоже можно пользоваться. Нужно лишь заняться этим вопросом, понять, в чем наши обязанности и как в трудный момент найти возможность их выполнить. Вывод из всех этих мыслей только один. Мы пока еще только учимся. Учимся доверять и контролировать. Учимся брать на себя ответственность. И что самое главное – переводить эту ответственность в деньги. Сколько должно пройти лет, а может быть и десятилетий, для того, чтобы мы, жильцы и они, коммунальщики, начали уважительно и ответственно относиться друг к другу? Неизвестно. Наверное, немало. Ведь в той же Европе, где все за все платят, эта ответственность и понимание, что за деньги надо работать, а за работу нужно спрашивать, формировалась столетиями. Вот и нам пора отказаться от взглядов в прошлое и посмотреть вперед, представив, где и в каких условиях мы хотим жить, начать над этим работать. До новых встреч! С вами был Сергей Пономарев. Субтитры создавал DimaTorzok